В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как настроить ребенка на учебу после летних каникул? Советы специалистов. Безбарьерная среда. Активисты клуба общения Лотос провели городскую акцию. Мультфильмы, блокбастеры и вечная классика стартовал третий сезон интеллектуальной игры «Киносикрет». Далее расскажем обо всем подробно. Это последний дачный сезон, который огородники проведут по старым правилам. С 1 января 2019 года вступает в силу новый федеральный закон о введении гражданами с удовольствием огородничества для собственных нужд, который в народе уже называют дачной конституцией. В администрации обсудили один из пунктов нового закона, который коснется вопроса взаимодействия садово-огороднических кооперативов и власти. С нового года жизнь дачников изменится и коснется это абсолютно всех садово-огороднических обществ. Один из ключевых вопросов взаимодействия чиновников и дачников и решения проблем последних теперь будет строго регламентировано законом. Органы власти получат право поддерживать садоводов и огородников и решать возникающие с них проблемы за счет средств федерального бюджета. В старом законе не было федеральных органов власти. Теперь уже федеральные органы власти могут через свои программы помогать садоводам. По крайней мере, они могут направлять какие-то предложения в региональные власти, и дальше уже как-то там более быстро решается. Новый закон не просто начнет регламентировать взаимодействие между муниципалитетом и дачниками, но даже позволит ввести в структуру администрации отдел, который будет заниматься реализацией региональной и муниципальной политики по поддержке садоводства и огородничества. А также займется разработкой специальных программ по улучшению инфраструктуры, дачных товариществ, будь то проведение электричества, водоснабжение или ремонт дорог. Если будет принята программа, то она обязательно к исполнению. То есть вот этот закон дает больше возможности реализовать ваши права и ваши хотимы. На заседании председатели садово-огороднических обществ воспользовались и возможностью задать интересующие их вопросы напрямую директору департамента городского хозяйства. В основном проблемы касались подъездных дорог к дачным кооперативам. На сегодняшний день специалисты департамента предложили ремонтировать дороги через участие в программе поддержки местных инициатив. Принципы софинансирования непонятны. 50% область, 30% муниципалитет и 20% это, как правило, члены кооперативов, которые заинтересованы в том, чтобы дорога была сделана целиком. За собой мы обязательства оставляем по поддержанию дорог, как минимум в режиме ямочного ремонта, это точно. Начало обсуждения нового закона положено. В том, что дачная конституция принесет садово-огородную сферу кардинальной перемены, сомневаться не приходится. А вот сделает ли новое законодательство проще и удобнее жизнь дачников, будет понятно уже в ближайшее время. Летние каникулы остались позади. Многие уже вернулись из отпусков и приступили к работе. В самом разгаре и занятия в школах. Даже взрослым трудно вновь войти в рабочий режим, но детям это еще сложнее. О том, как сделать период адаптации к занятиям менее болезненным и более продуктивным, расскажем в следующем репортаже. Чтобы школьник вновь привык к учебному графику, психологи советуют прежде всего наладить режим дня. Полноценный отдых – это то, что нужно ребенку любого возраста, а первоклассникам особенно, так как малыши еще не привыкли к рабочему режиму и быстро утомляются. И правильное распределение времени на отдых и работу поможет им быстрее адаптироваться. И уже буквально через две недели ребенок поймет в определенное время, когда ему ложиться спать, когда ему вставать. И с хорошим учебным настроем, с положительными эмоциями придет в школу. В школе ребенок мобилизуется и быстро включается в рабочий процесс. А после уроков помимо домашнего задания ждут еще и различные секции, кружки, в которые его записали заботливые родители. По факту ребенок только устает от такой нагрузки, поэтому психологи советуют выбрать вместе с ребенком только одну секцию, посещать которую он будет с удовольствием. Что касается старших школьников, предстоящие экзамены заставляют нервничать учеников 9-11 классов уже с первых дней учебы. Им очень важна поддержка родителей и правильный настрой на занятия. Не нагнетайте обстановку и не вводите детей в невроз. Для детей, да и для самих родителей, экзамены – это просто определенный период жизни. Да, он достаточно сложный, да, он достаточно ответственный, но это не мировая катастрофа. То, что для взрослого привычно, для ребенка может быть стрессом, с которым ему сложно справиться без поддержки. Внимательно наблюдайте за детьми, чтобы вовремя предотвратить всевозможные проблемы. Дать понять, что я тебя люблю, я тебя понимаю, но я хочу тебе помочь и облегчить твое существование, чтобы не было лишних ссор, конфликтов и так далее. Соблюдение простых правил, а главное – забота и внимание к ребенку в период адаптации к новому ритму жизни позволит быстрее включиться в учебный процесс и спокойнее пережить период перемен. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. 17 сентября Межрегиональное управление номер 50 ФМБ России проведет горячую линию по вопросам профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ, а также вакцинации против гриппа. На вопросы граждан ответит начальник отдела эпидемиологического надзора Наталья Фенина. Телефон горячей линии 39078. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчане сказали «Да» стратегии развития Нижегородской области. Напомним, одновременно с выборами губернатора жителям региона предложили выразить свое отношение к документу, который должен определить вектор движения Нижегородской области на ближайшие 17 лет. С этой целью в тех же зданиях, где находились избирательные участки, всем желающим предлагали заполнить специальные опросные листы. Из 15 тысяч саровчан, которые решили выразить свою позицию, 13,5 поддержали стратегию. Продолжается прием заявок на фестиваль творчества многодетных семей, «Зато нас много». Его участниками могут стать семьи с тремя и более детьми, в том числе и приемными. Заявки можно отправлять на электронный адрес саровparksobaka.ru. По словам организаторов, фестиваль «Зато нас много» призван показать важность культурных и духовных традиций в деле создания крепкой и любящей семьи. В это воскресенье, 16 сентября, ХК «Саров» проведет первый домашний матч в новом сезоне. Нашим спортсменам предстоит скрестить клюшки с одними из сильнейших хоккеистов ВХЛ, игроками питерского «Динамо». Встреча пройдет в Ледовом дворце, начало в 17 часов. Билеты на игру можно приобрести в кассе Ледового дворца. До воскресенья она будет работать с 4 до 7 вечера. В день игры с 12 до 18. Доступность жилых и общественных зданий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Принцип всероссийской программы «Безбарьерная среда». До недавнего времени в практике градостроительства особые потребности инвалидов не учитывались. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Вопрос формирования «Безбарьерной среды» для маломобильной категории граждан стал одним из актуальных в сфере социальной политики. Заходя в аптеку, магазин или отделение банка, мало кто из нас придает особое значение наличию перил, высоте ступенек или состоянию подъемов и спусков. Однако рядом с нами живут люди, для кого путь в общественные учреждения города – это ежедневная полоса препятствий. Участники клуба «Общение Лотос» молодежного центра решили проверить, насколько доступна городская среда для маломобильной категории граждан. Мы с ребятами клуба «Лотос» начали выходить, просто посещать городские учреждения или просто гулять даже по городу. И когда мы сталкивались, что бордюр высокий, очень сложно переехать проезжую часть. В рамках программы «Безбарьерная среда» в нашем городе в последние годы стали появляться пандусы, уличные подъемники и перила. Однако оборудовать свои учреждения специальными приспособлениями решились далеко не все. Где-то вертикальный подъемник работает не так, как надо, а где-то и пандус пришел в негодность. Ранее просьбу учесть потребности маломобильных саровчан участники клуба «Лотос» уже направляли в несколько организаций. Отзывы мы оставили, с руководством поговорили, но за несколько лет особо ничего не сдвинулось. И в этом году решили повторить эту акцию, но более точечно. И выбрали в этом году два объекта. Это отделение Почты России и городской кинотеатр. На входе в первый пункт назначения нет ни высоких ступенек, ни крутых подъемов. Но попасть туда без помощи третьих лиц непросто. Как решить эту проблему, не знают даже сами сотрудники почты. Какой-то более пандус делается как, чтобы коляски. Ну, маломобильные граждане могли вообще сходить, заезжать. Даже не знаю. С доступом маломобильных саровчан в кинотеатр дела обстоят лучше. Пандус рядом с главным входом заметно поизносился. Но администрация кинотеатра предлагает альтернативу – попасть в кинозал через служебный вход. С обратной стороны там именно подъем, там не ступеньки у нас идут. А сейчас как пристраиваться в новый зал, там будут вообще отдельные прям места. Несмотря на временные трудности, активист клуба общения «Лотос» Тимофей Верхов смотрит на проблему с позитивной точки зрения. По его мнению, будущую программу «Безбарьерная среда» в нашем городе есть. Я очень рад, что в принципе какие-то шаги в направлении улучшения ситуации делаются. Но не всегда и не везде. Нельзя все сделать за час, за день. Что-то делается. Я думаю, что дальше будет только лучше. Участники акции «Удобный город» оставили свои пожелания руководителям учреждений. И хочется верить, что на этот раз их просьбы будут услышаны. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Узнать фильм по саундтреку, назвать режиссера той или иной картины, вспомнить, как зовут персонажа мультфильма. С каждым годом все больше ценители кинематографа со всех регионов страны становятся участниками викторины «Киносикрет». Эта интеллектуальная игра добралась и до нашего города. В новом третьем сезоне в борьбу за право называться лучшими знатоками кино и, конечно, за ценные призы вступили семь команд. Кем работала Антонина, самая скромная из трех подруг в фильме «Москва слезам не верит» за того, как вышла замуж. Более 50 вопросов о мировом кинематографе. На каждый из них дается лишь несколько секунд на ответ. В зале собрались те, кто не пропускает пример фильмов и для кого провести вечер за просмотром хорошего кино – это лучший вариант времяпрепровождения. Многие из них принимают участие в «Киносикрете» уже третий сезон подряд. А вот команда «Заводской инстинкт» пришла на викторину впервые и подготовилась к игре основательно. «У нас разносторонние игроки. У нас есть и по советскому кино, и по современному, и по мультикам, и по сериалам. Так что мы готовы». «Киносикрет» – это интеллектуально-развлекательная игра, вопросы которой касаются фильмов либо связаны с кино. По традиции для игроков подготовили несколько блоков. Устные вопросы, визуальные, музыкальные и видео. «Тематика наших вопросов очень разнообразна. У нас играют люди всех профессий, вероисповеданий и политических убеждений. У нас есть мультики, сериалы, советские фильмы, современные, блокбастеры. Все, все, все. Ну, в общем, если вы хоть один фильм смотрели, то вы наш человек, в общем». Сезон будет состоять из трех серий – осенний, зимний и весенний. Лучшую команду определят по результатам всех игр. Также в новом третьем сезоне участников ждут небольшие сюрпризы. «Но также у нас новые интересные правила в этом сезоне. И также будут вводиться новые вопросы. С этого сезона мы вводим различные тематические игры». Планируется, что тематические игры пройдут уже в ноябре-декабре. Но что именно ожидает участников, организаторы пока умалчивают. Но обещают, что будет весело и интересно. На игры приглашают всех желающих. Более подробная информация в группе ВКонтакте. Мария Руинч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. 7 по 9 сентября в Казани прошел первый этап Кубка мира по плаванию. На соревнования съехали сильнейшие спортсмены со всех уголков планеты. В числе участников был и саровчанин Александр Афинагеев. Он выступал на дистанции 100 метров на спине и к финишу пришел с отставанием от лидера меньше, чем в 2 секунды. За его заплывание отрываясь смотрела его тренер Виктория Шалыгина. Подробности далее. Чаша бассейна полна юных спортсменов. За ними с бортика внимательно следит тренер-преподаватель Виктория Шалыгина. Она точно знает, как воспитать будущего чемпиона по плаванию. На подготовку братьев Афинагеевых, старший из которых на Кубке, проходившем в Казани, попал в десятку сильнейших атлетов мира. У нее ушло 7 лет. За трансляцией выступления Александра Афинагеева она следила не отрываясь. Мы с ним созвонились после соревнований. И он меня поздравлял с днем рождения. А я его поздравляла с таким вот хорошим подарком для меня и для него. Очень большая гордость. Большая. Тем более это первое выступление на мировом уровне у него лично. Как объяснила Виктория Шалыгина, достигнуть высокого результата можно тогда, когда в тренировочном процессе сходятся три фактора. Талант спортсмена, профессионализм тренера и поддержка родителей. В случае с братьями Афинагеевыми все обстоит именно так. Мирового уровня Александр достиг чуть раньше, чем его брат-близнец Андрей. Потому что он целеустремленно шел к этому. В любые соревнования он ответственно подходил. Он говорил, я буду, я буду выступать, я буду олимпийским чемпионом, я буду к этому стремиться. И он к этому подходил быстро, четко и постоянно улучшал себя. Братья Афинагеевы, несмотря на плотный учебный и тренировочный график, часто и гости в Сарове. По приезду они неизменно идут в бассейн «Дельфин», тренируются, общаются с подрастающим поколением, дают мастер-классы и советы молодым спортсменам. Возможно быть примером для мальчишек и девчонок. Это именно тот мотиватор, который толкает братьев Афинагеевых к все более высоким результатам. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.ру. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова